Здравствуйте! В этом видео мы разберем, что значит колония общего режима, в которую посадили Навального, и чем колония отличается от тюрьмы. Все исправительные учреждения по степени строгости делятся на колония поселения, колония общего режима, колония строгого режима, колония особого режима и пятая тюрьма. То есть, самое легкое наказание это колония поселения, самое жесткое это тюрьма. Не многие знают, что тюрьм в России всего 8, все остальное это колонии. В тюрьмах сидят самые опасные преступники, серийные убийцы, маньяки, террористы. По состоянию на 2018 год в системе ВСИН насчитывалось 1052 учреждения уголовно-исполнительной системы, в том числе 711 исправительных колоний. Среди них 125 колоний поселений, 7 исправительных колоний для осужденных по жизненному лишению свободы, и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы. 214 следственных изоляторов, 23 воспитательных колоний для несовершеннолетних. В 2018 году в них содержалось почти 600 тысяч человек. И вот СМИ нам сообщают, что Навальный будет отбывать наказание в колонии общего режима. Возникает вопрос, а чем же этот режим отличается от других? Какие там условия содержания? Режимы в колониях отличаются по следующим параметрам. Первое. Количество разрешенных свиданий в год. Второе. Количество разрешенных посылок в год. Третье. Бытовые условия проживания, общежития или отдельные камеры. Четвертое. Контингент, который там находится. Либо это новички или матерые рецидивисты. Пятое. Количество и характер прогулок. Шестое. Сумма денег, которые разрешено тратить в месяц. Седьмое. Форма одежды. Восьмое. Степень охраны, отдаленность от населенных пунктов, возможность трудиться, учиться и тому подобное. Самые жесткие условия, естественно, в тюрьме. В тюрьмах сидят самые опасные преступники. Проживают они в отдельных камерах, в одиночках или двухместных. Гуляют они там строго по расписанию. Два часа в день. В год им разрешено два длинных и два коротких свидания. Только тюрьма выглядит именно так, как тюрьма, которую вы привыкли видеть в кино. Колония же это скорее действительно что-то типа строгой воинской части. Большая огражденная территория, где люди отбывают свое наказание. Давайте разберем режим содержания в колонии общего режима. Первое. Заключенный в корр имеет право на 10 свиданий в год. Из них 6 свиданий краткосрочных до 4 часов и 4 свидания долгосрочных вплоть до 5 суток. На свидания допускаются близкие люди. Во время долгосрочных свиданий им будет предоставляться отдельная комната с видеонаблюдением и охраной. В корр разрешается 6 посылок и 6 бандероли в год. Итого 12 штук. Жить Навальный будет в общежитии. Как правило, это комната, в которой живет до 100 человек. То есть, что-то типа большой солдатской казармы. Соседями Навального будут люди, которые осуждены за легкие преступления и, естественно, осуждены впервые. Так как те, кто совершил тяжкие преступления или попадает в колонию не в первый раз, их помещают в колонии строгого и особого режима. Гулять по территории корр Навальному можно будет без ограничений. Там нет такого, как мы видим в фильмах, когда люди гуляют цепочкой по полтора часа в день. Навальный в корр будет работать. Ему будут платить зарплату. Всю зарплату он сможет тратить на себя. Кроме того, ему будет разрешаться тратить 3 мрот в месяц сверх зарплаты. В корр заключенные ходят в робе. За хорошее поведение заключенного в колонии могут перевести на облегченные условия содержания. То есть, жить он будет в той же колонии, только ему добавят такие бонусы, как Плюс 2 долгосрочных свидания. Итого 12 свиданий в год. Еще плюс 6 посылок и плюс 6 бандероли. Итого 24 в год. Безлимитные траты с карты. Если это видео было вам полезно, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если это видео вам не понравилось, то поставьте дизлайк и напишите в комментариях, что вам не понравилось.